Спуск под землю у многих людей вызывает тревожное чувство. Даже если перед ними оказывается не сырая пещера, а хорошо освещенная и сверкающая мрамором станция столичного метрополитена. Не хватает солнца, неба, свежего воздуха. Искусственный свет делает лица едущих рядом пассажиров похожими на маски. Не даром московская подземка служит местом действия множества триллеров и источником страшных легенд. В их ряду почетное место занимают истории о секретной сети совершенно другого метрополитена, именуемого исследователями «Метро-2». Люди, пытающиеся разгадать его тайну, утверждают. Это загадочное метро пронизывает всю Москву. Центр столицы действительно изобилует подземными коммуникациями, созданными для самых разных целей. Особенно много их вырота при Сталине, который был знаменит своей скрытностью и подозрительностью. Первая мировая война показала, что наличие и авиации, и авиабомб, и мощные пушки, которые пробивают и бетон, и кирпичи, и толстые кирпичные стены, надо где-то находить укрытие. Значит, где находить? Конечно, в подземелье. И вот уже, когда стали строить метро в Москве, уже вторая задача была параллельно создавать объекты на случай будущей войны. Мало кто знает, что московское метро могло бы быть ровесником лондонского. Еще в 1872 году инженер Василий Титов предложил проект прокладки подземной железной дороги от Курского вокзала до Лубянской площади. Тогда же были проведены исследования почв на предмет возможности строительства метрополитена. Однако Городская Дума и представители церкви забраковали проект. Один из архиереев возмущенно написал тогда московскому метрополиту. Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю? Потом уже вернулись к этой идее где-то перед Первой мировой войной. Ну, поскольку началась война, уже ясно, что ни средств и необходимости такой не было. Главная задача была победить в войне. А вот уже с 1918 года большевистское правительство вовсю уже взяло эту идею в оборот и поручило, в общем, инженерам разрабатывать этот проект. Есть информация, что самые первые проектные документы по строительству московской подземки появились уже через несколько лет после Октябрьской революции. Правительству большевиков очень хотелось придать столице вид типичного европейского города. Но главное, появлялась уникальная возможность в срочном порядке создать ряд сверхсекретных подземных объектов для нужд правительства и государственной безопасности. Основное назначение таких объектов скрытое и молниеносное перемещение правительства и военного руководства в случае государственного переворота или внезапного нападения врага на страну. даже в наше сегодняшнее спокойное время иногда нужно перемещаться, ну, по крайней мере, первым лицам государства незаметно появиться в нужном месте в нужное время как снег на голову, сваливший сверху, а точнее снизу это иногда такой эффектный достойный ход, который первые лица государства, так сказать, приберегают для окружающих. Решение о постройке метрополитена было принято на июньском пленуме ЦК ВКП-Б в 1931 году. Сначала предполагали построить первую очередь, а потом развивать сеть подземки, распространяя ее под всеми районами города. Курировать строительство столичного метро негласно поручили чекистам. Прокладывать пути было решено исключительно подземным способом, чтобы получить возможность надежно замаскировать параллельно возводимые сверхсекретные объекты. Условия для этого были подходящие. Огромное количество рабочей силы, безумное количество просто свободных военнопленных. Это можно было использовать абсолютно безнаказанно на любых объектах, что и делалось. Что делалось и на обычном метро, при строительстве обычных линий, при прокладке туннелей, так и при метро-2. Однажды в кабинет к заместителю председателя ОГПУ Генриху Ягоди, которому поручили курировать строительство столичного метро, зашел начальник особого, будущего 9-го отдела госбезопасности Глеб Бокий. Этот человек известен тем, что привлекал к работе в своем подразделении специалистов по эзотерике, астрологов и предсказателей. Бокий и сам был склонен к мистике и даже участвовал в спиритических сеансах. Чем, собственно, и объясняется до сих пор не снятый гриф секретности со многих архивных папок особого отдела. Слишком много сведений, неподвластных здравому смыслу и традиционной науке, хранится в тех документах. Сначала Бокий долго смотрел в глаза Ягоди, словно пытаясь понять, стоит ли говорить это своему непосредственному руководителю или нет. И все-таки решился. Смысл идеи был таков. Провести инвентаризацию проекта метрополитена с помощью магов и опытных астрологов. В обстановке строжайшей секретности Егода, действуя через своих доверенных сотрудников, дал секретным лабораториям соответствующие задания. Вскоре на стол зампреда ОГПУ легла объемистая справка. Астрологи уверяли, что некие неведомые силы издревле продиктовали зодчим схему кольцевой застройки Москвы. Метрополитен будет работать, если при прокладке линий сохранится эта кольцевая структура. Причем разделить ее необходимо на 12 секторов, четко соответствующих определенным знаком зодиака. Такое распределение значительно усиливает энергетику столицы и несет в себя определенную эзотерическую нагрузку, вольно или невольно связанную с определенным сектором города, своеобразным ключом к которому служит станция метро и идущая от нее к окраине радиус с другими станциями. Можно считать это просто случайным совпадением, однако, когда началось проектирование и строительство кольцевой линии, в ней оказалось ровно 12 станций. Но повлияло ли это на энергетику города? Мезотерики утверждают, что да, повлияло. Только в большей степени на его подземную часть. И энергетика это скорее с отрицательным значением. Московское метро, согласно откровениям некоторых очевидцев, это генератор потусторонних сил. Перегоны, станции, тупики столичной подземки полны привидений. По ночам в тоннелях подземки можно встретить призрака путевого обходчика. Будучи еще человеком воплоти, он проработал под землей более 40 лет. Не хотел уходить на пенсию, но после кончины никак не может успокоиться и дух его мечется в лабиринтах метрополитена. Но самый легендарный призрак московского метро черный машинист. Да, тот самый, который неожиданно явился группе подростков в начале 90-х годов и провел их по ночным тоннелям. Но в метро 2 любопытных мальчишек он не повел. Значит, и для призраков эта зона является местом запрещенном. Все московское подземелье, обязательно там существуют спецобъекты и Министерство обороны, и Федеральная служба безопасности. Они существуют, и никто этого не скрывает. Другое дело, что попасть на эти объекты никому не положено. А эти объекты действительно связаны с обороной. И понятно, когда строили основное метро, когда возводили и вот эти вот спецобъекты, понятно, что должны были к ним подступы быть. Засекреченные места в московском метро уже существовали до официального открытия подземки в 1935-м. В проекте второй очереди была станция Советская, между станциями Театральная, в те времена площадь Свердлова и Маяковская. Однако Сталин, которого, естественно, посвящали во все тонкости строительства, приказал Советскую перепроектировать и превратить в тайный командный пункт. Почему-то его так и не использовали по назначению. Да и был ли, собственно, этот командный пункт на самом деле? А может, всего лишь портал, открывающий путь в гораздо более засекреченное подземелье? Недаром же туда прорыли тоннель прямо от Кремля. Интересно, куда же можно было попасть из этого так называемого командного пункта? Это были арсеналы, это были оружейные склады, это были пункты, где находилась техника связи, телефоны, радио, ну и так далее. То есть, это шла уже подготовка на случай войны. Вот такие центры, подземные бункеры, подземные точки защиты. Ну и не случайно в 41-м году, вот тут мы не были, врасплох нас, фашисты, не застали, потому что, я имею в виду, подземная Москва была готова к обороне. Другой тоннель был прорыт от центра к сталинской даче в Кунцево. Когда началась война и бомбежки Москвы участились, Сталин приказал построить там же бомбоубежище, которое вырыли на 15-метровой глубине. Для того, чтобы полностью обезопасить вождя, в качестве перекрытий использовали чугунные рельсы. Вход в бункер обычная дверь, какую встретишь в любом подъезде с кодовым замком. Очень чистая лестница с перилами уводит под землю. Полное ощущение, будто спускаешься в подвал обыкновенного жилого дома. Сталин по лестнице не ходил. Специально для него был пущен лифт, где уложили паркет, стены обшили деревянными панелями. Чтобы исключить случайные встречи вождя с обслуживающим персоналом, было построено несколько коридоров. В бомбоубежище проводились заседания Совета обороны. Для этого был отведен просторный кабинет с названием «Генеральский». Его стены отделаны мраморными и гранитными плитами. Посередине овальный дубовый стол. У стены рабочие места для дежурных офицеров и стенографистов. Небольшой коридор отделял от зала заседаний спальню вождя. Спальня очень маленькая. В ней помещались лишь кровать и тумбочка. От этого бункера и был пущен 5 апреля 1953 года загадочный участок глубокого заложения площадь революции Киевская. Сталин боялся повторения случая с попаданием авиабомбы в перекрытие тоннеля на перегоне между Смоленской и Арбатской летом 1941-го. Участок был сооружен в рекордно короткий срок. Менее чем за два года. Несмотря на то, что трасса проходила в исключительно неблагоприятных гидрогеологических условиях. Есть сведения, что на его строительство была потрачена колоссальная сумма. и некоторые скептики утверждают, что такие траты были совершенно необоснованы. Особенно в первые послевоенные годы, когда требовались огромные средства на восстановление страны. Но так ли это? Если вы хотите, чтобы ваша страна была действительно независимой, то вы просто обязаны раскошелиться на обустройство подземных систем коммуникаций и на то, чтобы проложить под землей помимо нитей связи еще и транспортные узлы. Для того, чтобы хотя бы ограниченный контингент, пусть это будут не дивизии, не полки, но как минимум руководство и люди, находящиеся, контролирующие военные и иные действия, чтобы они имели возможность для эвакуации, для перемещений, для оперативного вмешательства, для оперативного появления в десятках километров друг от друга. Впервые слухи о существовании в Москве какого-то другого засекреченного метро стали появляться в начале 80-х годов прошлого столетия. Проговорился один из старших инженеров закрытого научно-исследовательского института, где разрабатывались электронно-вычислительные комплексы для нужд Министерства обороны. Позже слухи начали обрастать подробностями. И опять же из-за утечек, которые могли фактически допустить служащие силовых ведомств низшего звена, не дававшие подписок о неразглашении гостайны. Например, уборщики или рабочие. Однажды проговорился один из проходчиков столичной подземки, который заявил, что некоторые конечные станции обычного метро, например, планерная, имеют тайное продолжение и выходят к воздушным гаваням столицы. Например, к Шереметьеву. При этом проходчик просто божился, что так оно и есть. Он сказал, что он работал там 10 или 12 лет на этом объекте. И объект был доведен до нужного состояния и законсервирован, как все эти объекты. И тем не менее, все они, будучи законсервированными, все они находятся в идеально готовом состоянии, буквально приспособленном к тому, чтобы завтра вступить в боевое дежурство, так скажем. Так что же в предположениях о втором засекреченном московском метро является вымыслом? А что достоверным фактом? Тайны всегда порождают бурную фантазию. Но кое-какая информация вполне может быть правдоподобной. Но этой информации крайне мало. Известно, что самая первая линия метро-2 была сдана в эксплуатацию в 1967 году. Ее длина 27 километров. Начинается от Кремля. Первая станция заложена непосредственно под библиотекой имени Ленина для эвакуации всех читателей, находящихся в залах в момент сигнала атома. Следующей станцией по этой ветке вполне может быть жилой дом с башенкой на Смоленской площади проекта Академика Желтовского. Это особенный дом. В нем находится вход в обычное метро на Филевскую линию. Кстати, из-за версии, что там проходит еще и секретная подземка, пошли легенды о потаенных станциях чуть ли не под каждым номенклатурным домом в Москве. Впрочем, не все легенды можно считать сказками. Недавно мне удалось открыть для себя одно такое здание, которое находится совсем недалеко от того места, где я много лет учился, прямо в самом центре Москвы, рядом с старым МГУ. Там во дворе этого здания стоит странное еще одно здание, на котором написано, что объект метрополитена охраняется государством, вход строго запрещен. Вот именно оттуда, как мне рассказывали старожилы этих домов, таинственным образом появлялись лидеры нашего государства буквально в последние годы. И также странным образом, не садясь ни в какие машины и даже вертолеты, они уходили вот в этот домик и через полчаса появлялись на работе у себя на другом конце Москвы. Если это так, то с большой долей вероятности можно утверждать, что станция секретного метро должна быть и под резиденцией первого и последнего президента СССР на Ленинских горах. Там же, на Ленгорах, вернее, под ними, находится огромный подземный город Раменки. По сути, это гигантское бомбоубежище. В случае войны оно способно принять 15 тысяч жителей и защитить их от оружия массового поражения. От подземного города проложен пешеходный тоннель до главного здания Московского государственного университета, а также до Академии госбезопасности и Института криптографии, связи и информатики ФСБ России. Это огромное кирпичное здание при въезде в Олимпийскую деревню. В одной из изредка открытых створок ворот в здании можно увидеть уходящий далеко вниз длинный коридор, освещаемый по бокам небольшими светильниками. Но и, безусловно, свою станцию секретного метро имеет Академия Генштаба. Запасной выход этой ветки где-то в Солнцево, в районе правительственного аэропорта Внуково-2. А вот где находится конечная станция неизвестно. Но у исследователей есть свои предположения. И даже о том, сколько веток может быть у секретного метро. Предположений много, и ориентируясь на открытые источники, а не имею необходимости и возможности говорить о своих представлениях. В основном логика подсказывает, что метро-2 должно идти от центра Москвы, то есть имеется в виду Кремль, идти в восточном направлении, в том направлении, где находятся основные военные аэродромы, а другая ветка должна быть параллельно юго-западной красной, так называемой красной ветке метро, должна идти мимо сооружений Министерства обороны и уходить куда-то в Подмосковье в направлении Серпухова, далее, что называется, возможные варианты. Столичная подземка полна тайн и загадок. И хранители этих тайн не собираются ничего раскрывать, несмотря на отчаянные попытки исследователей докопаться до истины. В этом есть свой смысл. Метро стратегический объект, наверное, самый важный в Москве. И к любому стратегическому объекту доступ посторонним должен быть закрыт. Без всяких компромиссов. А уж тем более к другому секретному метро. несущему гораздо более важную нагрузку, чем метро общегражданское. Поэтому тайна метро 2 так и не будет никогда раскрыта. И это надо принять как должно. Точно неизвестно, кем и когда был основан Иерусалим. Историки предполагают, что городу не менее 30 веков. Примерно за тысячу лет до Рождества Христова Иерусалим захватил царь Давид и провозгласил его столицей Иудеи. После Давида правил Соломон. А в 586 году до нашей эры город захватил, а позже сжег и стер с лица земли бавилонский правитель Навуходоносор. Еще спустя 70 лет город вновь начал возрождаться, а его храмы восстанавливаться. Свой след здесь оставили египтяне, македонцы, римляне, мусульмане, крестоносцы, турки. На протяжении веков Иерусалим много раз разрушался и строился заново. Те, кто его вновь покорял, почитали святыми одни и те же места, одних и тех же богов. При этом захватчики сносили до основания творения рук предшественников, чтобы на их фундаменте воздвигнуть свои храмы. Что не подвергалось разрушению, так это пещеры, над которыми вырастали новые культовые сооружения. Поэтому тайны древнего Иерусалима хранятся глубоко под землей. Надземный Иерусалим, так скажем, он уже несет в себе такой заряд загадочности и мистики, и такой по-хорошему религиозной какой-то истории, полный тайн, что казалось бы, нет нужды опускаться под землю. Но тем не менее, если мы это сделаем, то окажемся в еще более интересном мире, на котором многие туристы, которые и просто любопытствующие, которые оказываются в этом уголке мира, просто не догадывались никогда. Достоверно известно, что мать римского императора Константина I, легендарная Елена равноапостольная, она же Елена Святая, приказала поставить три христианские церкви в Иерусалиме как раз над некими искусственно сооруженными пещерами. Стройка развернулась спустя триста с лишним лет после Рождества Христова. Как раз в то время дочь римского императора отправилась в качестве паломника в Святой город. Некоторые источники утверждают, что, прибыв в Иерусалим, она развернула в городе бурную деятельность и даже установила там свое правление. Археологами доказано, что на местах христианских церквей, сооруженных по приказу Елены, прежде располагались римские языческие храмы. Именно над теми загадочными пещерами. Вне всякого сомнения, римляне знали о каких-то сокровенных тайнах подземелья, над которыми возводили свои культовые сооружения. Знала об этих тайнах и святая Елена. Подземелье это прародительница лабиринтов и пирамид. И люди все абсолютно племена, даже те, которые существуют сейчас на земле, которые существуют в тех местах на земле, где, казалось бы, нет гор, нет пещер, все равно у всех есть предания, легенды о подземельях, потому что все человечество прошло школу подземелья. Позже исследователи выяснили, Елена равноапостольная распорядилась построить христианские церкви над теми пещерами, которые упоминались в Библии, то есть где родился Иисус, где он проповедовал и где был погребен после казни. В доисторические времена катакомбы считались самым доступным жильем и вполне сносным убежищем. Когда Мария, мать будущего Иисуса, и ее муж Иосиф прибыли в пригороды Иерусалима Вифлеем, то единственным местом, где можно было остановиться на ночлег, оказалась пещера, используемая для загона скота. В ней появился на свет Мессия. И над этим местом Елена Святая воздвигла базилику Рождества Христова. Вторая пещера была вырублена в скалах. Именно в ней была предана земле, снятая с креста, окровавленная и стерзанная римскими солдатами тела Иисуса. Над этим местом соорудили храм гроба Господня. Третья пещера, над которой сначала был римский храм, а потом возведенная Еленой церковь страданий Господних находилась рядом с Гефсиманским садом. В этом подземном убежище в ночь перед арестом Иисус молился всю ночь стоя на камне, в то время как апостолы спали. Здесь его поцеловал Иуда Искариот, накануне предав учителя солдатам Понтия Пилата. Эти три библейские пещеры лишь небольшой фрагмент из огромной тайны подземелья Иерусалима. По сути, весь город насквозь пронизан секретными ходами, лабиринтами и гротами. Многие до сих пор настолько окутаны загадками, что вызывают у исследователей неоднозначные суждения об их происхождении и предназначении. Есть предание о том, что до главной самой глубокой пещеры люди еще не добрались и пока в ближайшие годы не доберутся. С чем это связано? Оказывается, там на какой-то большой глубине находится сакральный лабиринт. Лабиринт времени, где концентрируется и время, и пространство, и энергия. Святые люди еще языческих времен, естественно, там 3-5 тысяч лет назад, они знали, как спуститься в эту самую главную подземную пещеру под Иерусалимом. Не тот ли лабиринт в 1867 году отправился искать сэр Чарльз Уоррен, капитан британских инженерных войск. До сих пор его миссия вызывает массу вопросов. Иерусалим, как и вся египетская Палестина, в ту эпоху находилась под юрисдикцией Османской империи. В связи с этим Уоррен был обязан запросить у местных властей разрешение на исследование подземных коммуникаций. Изучив запрос английского подданного, османские власти разрешение на работы выдали, но заранее говорили формат исследования. Проводить раскопки предписывалось только за городской стеной и не ближе, чем в 15 метрах от Храмовой горы. Это вполне устроило Уоррен. Выполняя заявленные в декларации работы, он занялся исследованием системы коммуникаций, которые вели к легендарному источнику воды Гихон. Для этого сэру Чарльзу надо было проникнуть в тоннель, который выводил стоки в Силаамский пруд. Но этот путь оказался забит мусором, грязью и обломками камней. Уоррен медленно продвигался вглубь и в какой-то момент увидел, что у подземного коридора есть ответвление, в котором не оказалось потолка. Исследователь попал на дно вертикальной шахты. Несмотря на большую опасность, ему удалось проникнуть помещение, от которого расходились в стороны еще два подземных коридора. Один оказался завален грунтом, а второй шел наверх с углом подъема почти 45 градусов. Преодолев этот лаз, Уоррен попал в грот с низким потолком. Далее начинался еще один подъем, но выход из него был замурован. Для исследователя это стало неприятным сюрпризом. Он никак не мог понять, кто это мог сделать и самое главное зачем. Еще в Средневековье мы знаем, что Египет был одной из провинций Османской империи и как раз при султане Сулеймане, знаменитом в середине, в начале 16 века, Сулейман лично проинспектировав Иерусалим, приказал замуровать все известные пещеры и до 19 века они в таком замурованном виде и находились. Расконсервированы они далеко не все сейчас. Несмотря на препятствия Уоррен не остановился. Тщательно изучая пройденный путь, он сделал предположение, что обнаруженная вертикальная шахта была предназначена для забора воды из источника Гихон. Эта вода шла самотеком по подземному каналу. Такая система водоснабжения создавалась для обеспечения жизнеспособности города, например, на время осады. Кроме этого, исследователь разобрался в предназначении того уровня, который он не без труда прошел. Убежище. Подгородом находится сеть пещер или катакомб, в которых можно разместить большое количество людей, либо большое количество каких-то запасов еды, провизии или еще чего-то. То есть возможно, что все эти пещеры созданы для того, чтобы укрыться от какой-либо катастрофы либо события. Это было важное открытие. Но самое главное, сэр Чарльз убедился, что древний Иерусалим находился за пределами старого города. То есть он мог спокойно двигаться по подземным лабиринтам к центру нового Иерусалима, не обращая внимания на запреты властей работать только за городскими стенами. Шансы найти ту самую сакральную пещеру и место, где спрятаны сокровища царя Соломона у британского капитана инженерных войск многократно увеличивались. Однако исследователь, проникая все глубже в тоннели подземного города, начал терять ориентацию во времени и пространстве, что в конечном итоге стало сказываться на его физическом и психическом здоровье. Дело в том, что когда мы спускаемся под землю, там по-другому происходит хронологический процесс восприятия реальности. То есть тот, кто остается наружу, думает, что, допустим, прошло там час, а в пещере кажется, что прошло два часа. То есть такое море. Или наоборот. То есть, естественно, в подземных коммуникациях возможно разного рода искажения пространства временного восприятия. В 1870 году Уоррен внезапно заболел и был вынужден прервать свое изучение подземных лабиринтов Иерусалима. Он покинул Палестину и вернулся в Лондон. Но накануне отъезда сэр Чарльз решил напоследок попробовать пробраться поглубже в один из подземных ходов. Интуиция подсказывала ему этот коридор обязательно должен привести его к той самой заветной пещере. Исследователь прошел достаточно много но вдруг у него закружилась голова. Он вернулся к выходу и неожиданно пламя факела высветило на стене той самой дальней пещере куда ему удалось забраться загадочный рисунок. там был изображен странное существо полузверь получеловек то ли немного напоминающая пегаса немного кентавра в целом подходящий не под одно из определений древнегреческих мифических существ легендарных тем не менее это был какой-то какой-то зверь как выяснилось потом зверь талисман зверь охранник тех людей которые там жили но когда жили до сих пор не представляется возможным вывезти то есть это было где-то первое второе может быть даже тысячелетие до нашей эры Уоррен умудрился вырезать этот рисунок прямо из стены затем тайно вывез его из страны загадочный артефакт долго находился в палестинском фонде после чего ценнейший экспонат был отправлен в британский музей в палестину сэр Чарльз Уоррен больше не вернулся началась англо-бурская война в Южной Африке и капитаны инженерных войск отправили к театру боевых действий в это время а точнее в 1880 году несколько иерусалимских детей случайно забрались в один из старых тоннелей в центре города вход в него оказался незамуровым и поэтому подростки беспрепятственно проникли в подземелье оказавшись в каменном лабиринте они увидели недалеко от входа на стене табличку с выбитой на еврите надписью надпись гласила что две группы каменотесов с перечислением имен каждого из рабочих пробивали данный тоннель датирована табличка была седьмым столетием до Рождества Христова то есть строительство подземных коммуникаций велось в ожидании захвата города ассирийскими войсками в 722 году до нашей эры дети обнаружившие эту табличку в тоннеле попытались ее отодрать от стены но бесценный артефакт разбился на несколько частей к счастью осколки удалось собрать сделать слепок и прочитать эту историческую надпись этот инцидент послужил основанием для возобновления исследований пещер Иерусалима В самом начале 20 века финский историк Уильям Ювеллиус высказал предположение что Чарльз Уоррен совсем немного не дошел до заветной цели то есть до бесценного клада Соломона сами же богатства третьего иудейского царя спрятаны в пещере под храмовой горой обнаружены Уорреном вертикальные шахты это и есть тайный ход в сокровищницу но вряд ли туда будет возможно пробраться простому смертному во первых место это находится на очень большой глубине а во вторых обладает некой таинственной силой препятствующей проникновению вовнутрь это место где концентрируется разного рода электромагнитные потоки земли всей земли то есть входящие в единую сетку такими местами это пирамида в Гизе это у нас Зермудский треугольник ну и много других мест в принципе все о них знают вот Иерусалим попадает в одно из таких мест силы в 1908 году уже другой британский офицер по имени Монтегио Паркер собрал 20 тысяч фунтов стерлингов и снарядил в Палестину свою собственную экспедицию по поиску сакрального подземного центра и сокровищ Соломона Паркер начал обследовать шахты идя по следу еще одного охотника за тайными подземелья Иерусалима американского археолога Джеймса Барклая В 1854 году Барклай прибыл в Иерусалим как христианский миссионер и однажды прогуливаясь за стенами старого города неожиданно потерял из вида свою собаку Пес шел рядом и вдруг исчез Тут Барклай услышал лай Он раздавался из-под земли Миссионер бросился спасать собаку и наткнулся на вход в некую пещеру Самое удивительное что никто даже не догадывался о ее существовании Американец был обескуражен своим открытием Он решил в этот день не предпринимать никаких шагов а на следующий день взяв своих двух взрослых сыновей переодел их и сам переоделся в арабскую одежду отправился исследовать эту пещеру И каково же было его изумление когда он обнаружил сначала один зал потом другой потом какие-то анфилады какие-то непонятные повороты Исторических сведений о пещере очень мало но зато она окутана множеством легенд одна из них связана с последним царем Иудеи Сидекией В июле 586 года до нашей эры на выходе Носар захватил Иерусалим Чтобы спастись от беспощадной расправы Вавилонского царя Сидекия со своими сыновьями спустился по тайному ходу в эту пещеру и попытался по подземным лабиринтам бежать в Иерихон Однако воины Навухода Носара последовали за беглецами и схватили их Царя пленили а его сыновей убили При этом возникает весьма существенный вопрос от Иерусалима до Иерихона по прямой почти 25 километров Неужели иудеи смогли прорыть под землей такой длинный тоннель? Специалисты в сфере горнопроходческих технологий заявляют, что в ту эпоху подобное предприятие было невозможно Тем не менее различные древние источники в том числе священное писание утверждают, что подземелья Иерусалима были связаны тайными ходами и с более далекими от города местами Даже была такая версия что подземелья Иерусалима они связаны проходами подземными с горой с подземельями Кармель Хотя, в общем это вызывает недоумение потому что от Иерусалима до горы Кармель примерно 115-120 километров Все равно наиболее упоминаемые в Библии вот эти подземелья это как раз горы Кармель Однако вернемся к Монтегью Паркеру и его изучению той самой пещеры открытой еще в середине 19 века американским миссионером Барклаем Почему именно это подземелье заинтересовало британца? Можно предположить что Паркер знал что-то гораздо большее чем его предшественник Но что? Кроме легенд об этом подземелье никаких других источников информации у него не было Почти 4 года неутомимый британец пробирался все глубже под город пытаясь разобраться в хитросплетениях лабиринта Но в один момент произошла какая-то нештатная ситуация Неожиданная экспедиция Паркера побросала в подземелье все свое снаряжение и немедленно покинула Иерусалим и Палестину Что стало причиной такого неожиданного завершения раскопок непонятно Может быть Паркеру удалось что-то такое обнаружить Но это что-то сильно напугало его или предупредило о неминуемой гибели в случае дальнейших попыток разгадать тайну пещеры на которую наткнулась экспедиция Это место где возможно хранятся величайшие сокровища израильского иудейского государства которые до сих пор считаются легендарными и которые не могут найти ценности которые римляне награбили в своей провинции иудеи как раз во времена когда был казнен Иисус на рубеже тысячелетий нашего и до нашего времени эти же ценности как известно исчезли и до сих пор не найдены Обнаруженную Барклайм пещеру позже нарекли пещерой Сидекия но у нее как оказалось есть еще одно название каменоломне царя Соломона и действительно в канонической еврейской библии именуемой книгой царей есть упоминание о том что именно из этой пещеры во время царствования Соломона добывался строительный материал для постройки первого храма в Иерусалиме названного позже именем самого царя над возведением святыни трудились 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч камнетесов есть предположение что именно в этом храме был поставлен на хранение легендарный ковчег завета но потом этот ковчег исчез вполне возможно что священную и таинственную реликвию перепрятали как раз в эти самые каменоломни то есть в пещеру седеки правда одна из легенд гласит что ковчег был украден принцем Менеликом внебрачным сыном Соломона и царицы Савской и вывезен из Иерусалима но куда то есть по одной версии ну известно что якобы хранится то ли на горе небо в Иордании то ли в Аксуме в Эфиопии но до сих пор ни там ни там следов его не было найдено здесь его еще как следует не искали более полутора веков неутомимые исследователи и охотники за библейскими тайнами и сокровищами иудейских царей пытаются проникнуть в подземелье Иерусалима однако катакомбы священного города не спешат раскрывать свои секреты но археологи и историки не собираются сдаваться раскопки продолжаются и вполне возможно что в самое ближайшее время мы станем свидетелями поистине сенсационных открытий которые заставят нас пересмотреть всю историю человеческого бытия сенсационных Продолжение следует... Продолжение следует...